В эфире программа День города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин, и мои коллеги-корреспонденты телекомпании «Город». Главная тема дня – линия силы. Городские власти все еще устраняют последствия урагана в Рязани. Костры вне закона. В Рязанской области введен особый противопожарный режим. Перестарались. На Сегненском озере к недоумению местных вырубили весь камыш. Шквалистый ветер с дождем, прошедший накануне, наследили практически во всех районах Рязани. Сегодня в городе настоящий коммунальный аврал. Городские службы продолжают убирать с улиц сломанные ветки, листья и другой мусор. Как это было в нашем следующем материале. Рязань накрыла ураганом примерно в 6 вечера. Практически все районы одновременно. На картах это выглядело как один большой черный шлейф. Внезапность и скорость стихии буквально ошеломили жителей города и практически сразу стали поступать сообщения в информагентствах. На Затиной и Кудрявцево срывало железные листы с крыш. На большой упавшие деревья перекрыли выезд из Рязани в направлении корабляной Выжгорода. В этот вечер в МЧС кажется звонил весь город. Спасатели реагировали оперативно, а тем временем скорость ветра выросла до 17-25 метров в секунду. За прошедшие сутки в ЦУГС Главного управления МЧС России Паризанской области поступила информация о 84 случаях падения деревьев и конструкции в городе Рязани. В 24 случаях требовалась помощь сотрудников МЧС и аварийно-спасательной службы. Ситуация находится на контроле ЦУГС Главного управления МЧС России Паризанской области. Как сообщают на сайте городской администрации, ремонтные бригады вышли в ночь, но полная картина произошедшего предстала лишь с утра. На Чапаева 9 распилили упавшее дерево и убрали его с проезжей части. То же самое сейчас на Ленинского комсомола 28. На улице 2-я линия 27 городскими службами проведена опиловка сломанных веток деревьев. И таких адресов сегодня десятки. Глава администрации Рязани Елена Сорокина побывала сегодня сразу по нескольким адресам. Первым делом мэр приехала к детскому саду номер 66, на территорию которого упала большая липа. По сообщениям Рязанской мэрии во время урагана оборвала линия электропередач примерно по 70 адресам. Пять бригад работали всю ночь и к утру свет дали на 25 участках. Всего же рязанские городские электрические сети получили 53 заявки. Обрыв проводов, отключение электричества преимущественно в частном секторе. Впрочем, восстанавливать пришлось не только подачу электричества, но и горячей воды. На улице Строителей 5 дерево упало на теплотрассу. Заложником инцидента стал многоквартирный дом. Дерево надо убирать, РПТС сюда. Восстанавливаем трубу. Горячее водоснабжение у нас повреждено. Знают про это. Где бригада, Дмитрий Анатольевич? Я бригады не вижу. Давайте бегом. Бегом сюда, бегом. Управляющая компания убирает ветки, РМПТС устанавливает водоснабжение. Алгоритм действий городских служб сегодня понятен. Сначала очистка проездов к соцучреждениям, затем уборка во дворах, но и здесь помогает управляющая компания. По прогнозам синоптиков, грозы сильными порвами ветра где-то на подступах к Рязани. Но на этот раз власти обещают их не пропустить. Все городские службы находятся в режиме повышенной готовности. Сегдинское озеро – одно из любимых мест отдыха горожан. В лесу, в отдалении от городской суеты, при этом на доступном расстоянии от города. Водоем – место притяжения для семей и больших компаний. Пляж здесь ухожен. Полянку регулярно окашивают, но в этом году благоустройство, по мнению отдыхающих, вышло за рамки. Марина Романюк знает почему. В группе ВКонтакте, известного в городе экологического Рязанского альянса, в конце прошлой недели появился пост о том, что по периметру озера Сегдинского кто-то выкосил вдоль уреза воды всю прибрежную траву. В народе камыш на самом деле рогоз. В сообщении организации сказано, на Сегдинском озере идут работы по благоустройству. Зачем-то вырубили весь камыш вдоль уреза воды. Что за замысел, непонятно. Так все и лежит. Такая жара. Да ведь там и животные прятались, утки всякие, ежики и так далее. Теперь люди ходят, уже тропинку протоптали. Конец цитаты. Первым делом мы обратились к экологу и общественному деятелю Евгению Рыбакову. Озеро Сегдинское – это памятник природы. У памятников природы должны быть, если формально подходить, режимы охраны. Это озеро стало памятником природы в 1974 году. И режимы там так очень слабо описаны. Но даже в них написано, что нельзя проводить работы, которые могут нарушать гидрологический режим и которые могут навредить животному миру. Про гидрологический режим не знаю. Посмотрим, чем дело кончится. Но судя по всему, если чем меньше растительности, тем больше будет высыхать поверхность. И так озеро очень упало по уровню воды. А то, что там прятались всякие утки, ежики, это же очевидно. И теперь у них нет этого дома. Отдыхающих на озере исчезновение камыша тоже как минимум удивляет. Конечно, немало хорошего сделано в этом сезоне. Наша съемочная группа успела заметить новые мостки, очищенный лес, завезенный на волейбольную площадку песок, выпиленные аварийные деревья. Вроде бы сплошные плюсы. Но вот зачем косить рогоз вокруг всего озера? Этот вопрос вызывает скорее недоумение. Я по своей первой разу то, что камыш. Вот все спрашивают, почему камыш. Херь, ну мы-то люди подневоленые нам сказали, потому что в договоре ясно написано. Уборка камыша. Ну на это озеро никогда никого не пускали. Это были обкомовские дачи. Тут даже купаться нельзя было, рыбу ловить тоже нельзя было. Тут милиция ходила, нас забирали. Я родился вот приозерное, 4 километра отсюда. Мнения людей разнятся, как в комментариях в соцсети, так и расположившихся на отдых в лесу. Одним нравится вид убранного от заросли озера, другие отмечают, что пропала природность и естественный вид. Купаться, конечно, никто не бросил, но вопросов много. Впрочем, на месте скошенной травы уже растут молодые побеги. Непродуманные какие-то решения, хотя мы тоже обращались устно в Министерство природопользования. Они говорят, что экологическую экспертизу проект прошел, замечаний нет. Очень странно. Наша телекомпания однозначного ответа на вопрос о коз прибрежной травы во благо или во вред пока не получила. Мы отправили запрос с интересующими нас и отдыхающих людей, а также экологов вопросами в региональные Минприроды и будем ждать ответов по проекту благоустройства Сегденского. Настоящего природного чуда в 20 километрах от областного центра. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». С 5 июля в Рязанской области введен особый противопожарный режим. Теперь во всех муниципальных образованиях области установлен 4 класс пожарной опасности, а в Клепиковском районе 5-й, максимальный. Валерий Седов об особенностях режима. Здравствуйте. Добрый день. Вы с какой целью приехали? Мы купаться. Вы знаете, что сейчас действует особый противопожарный режим? Да, мы слышим. С 5 числа. Въезд в лесные массивы, да при счете. Вот так подходить, напоминать каждому и приходится, мол, ведите себя осторожнее. В области введен особый противопожарный режим. Предупреждают и обычных отдыхающих, которые приехали в Солочу просто искупаться. Кто-то слышал про новый режим, кто-то нет. Но, как известно, незнание законов от ответственности не освобождает. При введении особого противопожарного режима устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, такие как запрет посещения гражданами лесов, въезда автотранспорта в леса, за исключением проживающих граждан и въезда спецтехники. Кроме того, муниципальными образованиями введены дополнительные требования в ряде населенных пунктов и муниципальных образованиях в части запрета применения открытого огня, использования мангалов, зажигания мусора, разведения костров. Так приедешь в Солочу отдохнуть, развести обычный костер, можно тут же нарваться на штраф. Сейчас даже незатушенная спичка может стать причиной лесного пожара, говорят сотрудники МЧС. Поэтому и рейды серьезные, и штрафы. Штраф, соответственно, с 8 июня сейчас был увеличен в 10 раз и в соответствии с особо противопожарным режимом он сейчас будет составлять от 40 до 50 тысяч на граждан. На юридические лица должности, соответственно, гораздо больше. Гораздо больше – это 1040 для должностных лиц. В этом году два человека уже с подобной суммой расстались. У юридических лиц штрафы на порядок выше – от 400 до 800 тысяч рублей. С начала года один штраф. Пока что. Но больше всего госказну пополнили отдыхающие. На разведение костров попались 138 человек. Даже заплатив по минимуму, суммарно выходит 5,5 миллионов штрафа. Зато никаких крупных возгораний в этот пожароопасный период зарегистрировано не было. Если не понимают сердцем, то поймут рублем, решили ведомстве. Как раз именно сотрудники пожарного надзора занимаются профилактикой пожаров. Предупреждением в первую очередь. А уже во вторую очередь это надзорная деятельность, это проведение проверок. В этом году, кстати, государственный пожарный надзор отмечает 95-летие со дня образования ведомства. Но если вас поймают, сговорчивые юбиляры вряд ли будут. Потому что беречь лес – это сегодня не прихоть, а стратегическая профилактика. В Рязани стартовал сбор заявок на участие в городском смотре-конкурсе «Лучший ТОС» – территориальное общественное самоуправление. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии. Работу конкурсантов будут оценивать в трех номинациях. Лучший общественный проект по месту жительства. Лучшая общественная инициатива – личный вклад в развитие общественного самоуправления города Рязани. В этом году конкурс по счету уже 24-й. Его принято считать реальной формой поддержки жителей Рязани, занимающихся благоустройством территорий. Конкурсные заявки на участие принимаются до 8 августа 2022 года. А более подробную информацию можно узнать в официальной группе ТОС Рязанской области во Вконтакте. Рязанской области одобрили заявку на бюджетный кредит для инфраструктурных проектов. Цель проекта – получение финансирования на постройку детских садов в крупных жилых районах. По словам зампреда правительства России Марата Хуснулина, регион оказался в так называемой «зеленой зоне» по жилищному строительству. А это значит, что учреждения для детей точно будут востребованы. В основном это и стало основной причиной одобрения заявки. На эти деньги планируют построить два садика по 290 мест на Московском шоссе в областном центре и один садик на 115 в Рыбном. Они появятся рядом с новостройками, где живет много молодежи и семей с детьми. Строительство планируется в 2024-2025 годах. 12 июля по новому стилю отмечают День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Назван он в честь апостолов, которые проповедовали христианство по всему миру. И оба приняли мученическую смерть за веру с разницей лишь в один год. Чем еще важен этот праздник, расскажет Валерий Седов. День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла – это один из важнейших праздников для православных христиан. Чтобы к нему подготовиться, нужно держать многодневный пост. Один из четырех, кстати, в уставе православной церкви. Оба апостола проповедовали веру в Христа, оба пришли к этому разными дорогами. И оба умерли в один день, хоть и с разницей в год. Они были очень разными. Если апостол Петр старался быть внутри одной общины, сначала в Иерусалиме, потом он переместился в Рим, то апостол Павел, наоборот, он начал путешествовать, он основал огромное количество общин, оставлял послания, которые вошли в канон книг Нового Завета, и мы их читаем, регулярно читаем и на богослужении, и в своей домашней молитве. Апостолы – это люди разной судьбы. Павел, например, христиан ненавидел и считал их опасными преступниками. Изменило его мировоззрение встреча с Христом. После Павел стал самым преданным последователем Господа. До сих пор священнослужители изучают его записи, сделанные еще в середине первого века и актуальные по сей день. Петр тоже апостол, но в то же время человек со всеми присущими ему слабостями. От Господа он отрекался трижды. И в последний раз он встретился с воскресшим Иисусом лицом к лицу. На вопрос Спасителя, любишь ли ты меня, Петр трижды ответил – да. Если в другие церковные праздники прославляют Христа, то сегодня его угодников. День памяти святых Петра и Павла можно назвать днем веры, ведь именно силой двух апостолов христианство и распространилось по всему миру. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Ну а я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин